При самом крупном делении То есть есть идеализм и есть материализм То есть все философы всех времен и народов Строго делятся на две половины Одни считают первичным материю Другие считают первичным сознанием или идею Ну что еще есть? А есть люди непоследовательные, знаете, говорят Они оттуда берут, оттуда берут, оттуда берут И кашеобразные есть Вот есть такая книга у Ленина Называется «Материализм и империкритицизм» Она интересна тем, что Ленин как бы до этого Специальной философии не изучал Вот как вы Вы изучали до этого философию? Нет, и он не изучал А в 1907 году, когда уже было ясно, что захлебнулась революция 1905 года и пошел разброд там и в партии Появились люди такие, которые занимались богостроительством, богоискательством На волне этого самого разброда Ну сейчас тоже еще считают, кто спасет нас Ну кто нас спасет? Никто не спасает Но Вот сейчас ходят люди По Невскому И раздают Причем иностранцы И вот откроешь, а там Оказывается есть Там кто Что думает о вас Помнит о вас И у него есть отличный план вашей жизни Представляете, как хорошо? Или у меня, например, дипломница одна была Она потом занялась Диплом защитила, а потом занялась астрологией Ну сейчас астрологией хорошо заниматься Там придете, вам покажут небо И там ваша звезда Ваша отдельная звезда там И вы сидите И смотрите Ну отдаете всего 200 долларов Зато вы Два часа видите, как о вас заботится Звезды Так бывает, что смещается Вот Соотношение Тех, кто стоит на материалистической точке зрения И тех, кто стоит на идеалистической Ну те, кто что-то делает И рассчитывает на свои собственные силы Тот как бы исходит из Материалистических позиций Что вот здесь все материально Надо заниматься этим делом Вот в этом смысле Религия, она Формально не философия Но она в очищенном виде дает идеализм То есть не этот конкретный бог Ну вот есть что-то Сейчас Сейчас В нашей философии У нас такой же сейчас разброд в философии Как был тогда И там разные есть там Философские Позиции Они излагаются на конференциях Довольно интересно Могу вам рассказать Чтобы вы так сказать Представляли ситуацию Не так, что я вот вам расскажу И только так Вы можете найти и другое И третье И четвертое И пятое И десятое И если вы это будете излагать Я вам не скажу Что вы такое несете А вы скажете Так я вот Мы читали такую книгу Слушали такого философа А вы тоже философы Так что вы не знаете Вот и начитались И вам излагаем Конференция по антологии Вам что-нибудь это говорит? Он-то Это Бытие Логос Это знание Учение о бытии Ну поскольку я Наукой и логике занимался А там категории много Начинается только с бытия Ну я и одно бытие И бытие как бы Чистое бытие Потом бытие как простое бытие Потом наличное бытие Потом нечто Потом конечное Потом бесконечное И заканчивается бытие Количеством и мерой И там уже начинается сущность Но в сфере сущности Снова появляется бытие Существование Потом явление Потом действительность И бытие снова появляется У учения понятий Как объективность То есть он многократно появляется Короче говоря Кто изучал науку логики Он на любой конференции По антологии Спокойно может выступить И не про одно будет бытие говорить А целый набор Там и другие антологи сидят Смотрят Они вроде дальше не пошли А тут пожалуйста Ну вот выступает один Очень симпатичный профессор Вам бы очень понравился Такой высокий Статный И рассказывает Что вот Если Какие-то вещи Наделены смыслом Вот у меня тут Как бы три группы вещей Это мы не будем Капливать База И тронешь ее А что-то будет не то Видите да Раз Два Три Вот они же смыслом Наделены Да Вот если они смыслом Наделены То они есть А если они смыслом Не наделены То их и нет Ну я как человек Непонятливый Поднимаю руку Говорю Я правильно понимаю Что вот Если Эти вещи Смыслом Наделены То они есть А если Не наделены То нет Ну да Ну если их нет Так значит Нечего и наделять Смыслом Ну правильно да Если их вот нет А я хочу их наделить Смыслом А что буду наделять А их же нет Если они не наделены Смыслом Так я говорю Так и нечего и наделять Тем более Тем более Что это кто Это собирается наделять Вы Я Или Ну сейчас неприлично Говорит Бог Особенно Философской аудитории Третье Трансцендентное Три а Три ада бытия Бытие Значит Как объективность Бытие Как У меня же мысли есть Есть Значит бытие Бытие как субъективность И Трансцендентность Я говорю Так нечего наделять Он говорит Михаил Васильевич Зачем вы так Я говорю А ум ищи Куда могу здесь И как-то Весь этот доклад Вот Или допустим У нас Очень уважаемый Заведущий кафедры Был Сейчас он уже Просто профессор В семи сетях Сделал доклад Чтоб вы не думали Я вот так буду Все вам строго Последовательно Излагать Но у нас Все гораздо Менее Последовательно А я на новенького Пришел На философское Входе Да это я в ИПК работал Знаете где ИПК был Институт повышения Квалификации Преподавателей Социальных Агваритарных Наук Чире Республиканский Учебно-научный Куманитарный Институт Санкт-Петербургского Государственного Университета Вот кто Может выговорить Тому зарплату Платят Ей мне платили И вот Его взяли И закрыли Через 40 лет Поскольку он давал У него такая была Беда Или вина Что мы давали Бесплатно дипломы Юридически Экономически Юридически Представьте бесплатно Сейчас пойдите Высуньтесь на юрфак Вам даже Вы можете умереть Только от взгляда На цифры Экономически Тоже там Близко к этому Плюс Политология Социология История Что только там не было Ну и решили Что сначала нам Приготовили все подарки А потом решили И закрыли А куда нас девать Нас нельзя девать Просто закрыть Почему Потому что мы работаем В университете А не ВПК Это же все наш Альма-Матер Хоть Этот журналистский факультет Хоть я приду на юридику Я не приду Это же наш университет Ну думать Куда нас девать Тогда решили Историков на исторический Экономистов на экономический Выгнать Ну а нас И меня в том числе Куда выгнать Я доктор философских наук Там я Еще у меня есть звание Экономики и права Профессор Ну Экономику уже От наших выгнали А я был уже На кафедре Философии и культурологии И выгнали нас На философский Вот такая история Я как новенький слушаю Какой доклад будет делать Наш заведующий Он делает доклад Будьте внимательны Вот это вам нужно Как специалистам по рекламе Какие бывают сложности Скриптизация Авось бытия Вот как бы вы к этому Отнеслись Написано доклад Объявление К 70-летию Такого-то Скриптизация Авось бытия Мой коллега Профессор Казенов Который у него был Аспирантом У этого Он заведующего Он говорит Вот сволочи Что делают Что творят Я говорю Нет Нас не в традициях Философия ругать В традициях Философии Что нужно делать Хвалить И вот Сидят Значит Сидят Ждут Когда придет Ведущий А ведущий Застрял в пробке Это как раз По теме Скриптизация Авось бытия Ну и докладчик Значит Начинает рассказывать Рассказывает Рассказывает Только он закончил Я сразу Тяну руку Ну у меня все-таки Есть и звание И должность Все что надо Там сидят доценты А доценты Они у нас же там ранжируют Как вот там Боярин Князь Там и так далее Все Все сейчас хорошо Причем не снимаемые Вот эту должность Могут забрать Профессор по кафедре Нет Профессор кафедры Социальной философии Философии и истории Где я работаю А звание Мне Москва дала Звание нельзя Вот я в гардеробе Буду работать Вам пальто подавать Работает Профессор по кафедре Экономик и право То есть Дворянства вроде нет Но оно как бы И не пропало Звание Ну вот я значит С этим Вооруженный этим званием Иду выступаю И говорю Вот Честно говоря А сидит Вот заведующий кафедр И говорит Честно говоря Я сначала Даже разозлился Думал Что тут чепуха такая Но потом подумал Что если вы Вот это Излагаете Это наверное Не чепуха Наверное Что это какая-то Изюминная И когда я так Подумал Я понял До этого Говорили бытие Да Слышали Бытие А тут Авось бытие А почему авось Ну вот сейчас Мы пойдем с вами Про вас не буду Я про себя буду Потому что Не хочется Чтобы у вас Вы страдали Я выйду Раз меня Кто-то по голове И все Какая ответственность У того кто Меня-то он точно Убьет А я А его-то точно Не убьет Почему Потому что Смертной казни Раз нет Правильно То есть каждый бандит В современной России Знает Что он может Смело убить А его точно Не казнят Ну он рискует Только одним Он попадет в тюрьму А ему там значит Передачи будут носить Каждый день И он может Заплатить И на вертолете Улететь Как у нас было Год назад Человек взял По телефону Оплатил вертолет С палочкой На веревочке Пролетел Он сел И эти с автоматами И с берданками Которые стояли Там все это Охрана посмотрела Как Поймали потом его Зато Как счастливо Он провел день Красиво Хорошо Поэтому говорю Так вы же знаете Что сегодня Каждый день Передают Этого убили Того застрелили Этого нет Тот попал Просто под поезд Четвертый В крушениях У нас В революцию В семнадцатом году Гораздо меньше погибло Сколько человек Пять Шесть считать Ну не больше В семнадцатом году День Двадцать пятого октября Седьмого ноября А вы посчитайте Сводки Ежедневные Сколько у нас народу В дорожно-транспортных Порежествиях Погибает Причем пачками Поэтому у нас Не бытие А авось бытие То есть Авось я Вот выйду Авось приду домой Авось не приду Вот это То есть надо понять Что это новая категория Разработана Нашим заведующим Авось бытие Единственное Говорю Вот вы меня извините Я Все-таки думаю Что надо Диалектические принципы Соблюдать Чтобы не было Просто вот Похвалил я И все Должна же быть Какая-то и критика Так в науке Водится Можно я Ну вот Вообще В философии В диалектической Есть Противоположности Единственное Противоположности А тут только Вот одна сторона Я бы предложил Еще одну категорию Небось бытие И тогда смотрите Как получается Вот авось бытие Это категория Философии природы Авось будет Авось не будет А небось бытие Это жизнеутверждающая Такая философия Жизнеутверждающая Оптимистическая Категория Социальной философии А вот Небось будет И вот если вы Это все совместите Но главное Чтобы мне нужно было Не улыбаться Это вот вы улыбаетесь Если бы я облуднулся Это я бы просто Все провалил Я вот так С полной серьезностью Уже Когда сел Вернулся от людей Тогда я уже начал улыбаться До этого я не улыбался И прочее И прочее То есть Я не хочу сказать Что такая последовательность Строго есть Философии Что так вот Строго делится Например Еще есть одна такая Специальность Очень современная Ее пропагандировали Потом перестали Пропагандировать Которая называется Герминевтика Не слышно никогда Ну даете Вы оторвались От современной философии Это называется Искусство понимания У меня аспирантка Даже вот Со мной Вела занятия У нее Правда она И не защитилась Совершенно Потому что Я с ней говорил Зачем мы такое взяли Потому что Понимание Понимание Это один процесс А искусство понимания Если это искусство У нас есть два факультета Искусства В университете Знаете да Один возглавляет Товарищ Гергиев Где он находится Я не знаю Но где-то есть он Гергиев вездесущий Он везде Он и в Сирии был И тут и там А второй факультет У нас Свободных искусств И наук Там руководит Мой дипломник Товарищ Кудрин Вот там То есть два факультета Искусств А при чем тут Философия тогда Так или философия Или искусство Потому что Искусство Это одна из форм Постижения мира А всего есть Три формы Постижения мира Это вот мы сейчас По теме с вами Говорим Какие есть Три формы Постижения мира Финоменологии Духа Гегель И их Обозначил Одна форма Постижения мира Религиозная Долгое время Человечество В религиозной форме Постигало мир Правильно? Что такое религия? Это фантастическое Изображение Своей жизни Но как жизни Там на небесах Вот я на вас Смотрю и представляю Что вы там Находитесь Спасибо И про вас И про вас И про вас И про вас Все вот там Особенно Если я заснул И студенты Могут присниться Совершенно спокойно Хорошие И на небесах они Потому что Еще ничего плохого Не сделали Поэтому Исключительно С положительной Точки зрения Представлять Ну и Вы наверное Заметили Что вот Мать Христа Она конечно Очень похожа На Мать молодую Вполне земную Правильно? И даже Есть такое Понятие Преподобный Там Преподобный Николай Что значит Преподобный Вообще В геометрии Есть понятие Подобия То есть Если Один треугольник Подобен Другому То другой Подобен Первому Поэтому Можно считать Что вот Тот Преподобный Христу Так А можно Считать Христос Преподобен Этому Земному Человеку То есть На самом деле Люди Свою жизнь Представляют Вот в таком Фантастическом Виде И поскольку Это религиозная Форма Как вы будете Сражаться Вот с этим Или оспаривать Не такое Изображение Они точно Не знают Как жизнь Устроена Ну как люди Сначала изучали Жизнь Они не могут Ее представить Научно И науки Еще не было Была Того религия Одно дело Сейчас спорить С религией А другое дело Как вы будете Спорить с религией Была такая Всеобщая форма Верили там Солнце Это бог Ветер Это бог Гром Разразит Кто будет Плохо сдавать Гром Разразит Это вот Одна форма Постижения мира И если Вы возьмете Главный труд Религиозную Библию Там очень много Полезного Вы найдете Правильно Я поскольку Мне преподавать Надо Потом меня Спросят А вы Библию Читали Читал Один раз Даже у меня Такая Встреча Была Со свидетелями Его Которых Сейчас Прикрыли Вообще И отняли У них На Колымяшской Улице Такой мощный Был Центр Съезда И там Уже Написали Учебный Центр Алмазова То есть Институт Алмазов Занял Это Все Хорошо На Субботники Приходят Они С книжками Ходили И туда Спрашивают А вот Как Вы Относились К Библии То Их Товарищи Посылают Ко мне Приходят Ко мне Вот Михаласич Вот Ваши Товарищи Скажут Что Вы Библию Читали Читал Ну И Что Очень Интересная Книга Полезная Невозможно Какая Полезная Но Это Мудрость Собрана Мудрость Глупость Ну Вот Вы Станете Переписывать Какую Глупость Это Не Сейчас Записать Можно Любую Глупость И Размножить А Тогда Надо Было Переписывать Сидеть Вот Я Могу Вас Заставить Переписывать Кучу Это Невозможно А Поэтому Что Сохранялось Вот Почему Такие Народные Песни Такие Хорошие Да Потому Что Не Будет Никто Мамочка Будет Петь Своему Этому Сыночку Или Доченьки То Что Вообще Неинтересно И Некрасиво Поэтому Самое Ценное Сохраняется И Передается А потом Наступило Время Когда Можно На микрофон Записать Любую Гейберду И Тогда Заглушить Как раз То Что Представляется Ценным И Прекрасным И Вам Стало Трудно Потому Что Одно Продвигаешь На рынок А тут Еще Продвигается Черт Что И Как С этим Бороться Вот Проблема Проблема И Вот Она Значит Спрашивает Ну И Как Да Вот Хорошо Я Говорю А вы Кто Такие А мы Говорят Свидетели Якобы Я Что Говорю Вы Видели Его Нет Говорят Мы Не Видели Так Какие Вы Свидетели Вы Лжесвидетели Они Как Вы Поняли И Они Сразу В Книжки В Хавку Значит Бежать С Лжесвидетелями Что Делают Ловить Надо И Наказывать Свидетели Они Называются Что Свидетели Короче Говоря Вот Это Одна Форма Постижения Мира Религиозная А Другая Форма Постижения Мира В Образах Вот Вы Идете В Филармонию И Сидите И Слушайте У вас Были Одни Мысли У меня Другие У вас Треть У вас Четвертые Что У вас Одинаковые Мысли Во Время Когда Вы Слушаете Одно И То Же Произведение Ну Правда Там Есть Такая Программка И Там Написано И Что Прям Вы Программкой Руководствовались Это Чувства Передаются Правильно Как Вы Чувства Запрограммируете Ну Грусь Или Весело Или У вас Все Это Рождает Светлые Образы Свои У каждого Свои У вас Своя Жизнь У вас Своя У меня Своя Значит Вы Переживания У вас Были Вот Эти Переживания К вас Всплывают Под воздействием Этой Замечательной Музыки Или Скажем Вот Картина Один Смотрит На Картина Редак Другой Смотрит На Картина Она Нуждается В словесной Передаче Что Тут Нарисовано Конечно Эскурсованы Могут Вам Рассказать Если Пойдете Закажите Эскурсованы Но Это Вообще Необязательное Совершенно То есть И художник Воздействует На Человека Непосредственно Через Образы И вот Постижение Обратите Внимание Слово Не познание Потому что Познание Это слова Надо писать А если Это Постижение Мира То есть Религиозное Постижение Остигнуть Мир То есть Понять Какой Он Постижение В образах И Постижение В понятиях Высший Форм Постижения Мира Вот Кегель На этом Настаивает И Целая Книга Написана У него Феноменология Духа Предшествующая Науке Лойки Кому Кажется Наука Лойки Сложная Книга Пусть Почитает Феноменология Духа И Тогда Наука Лойки Не Покажется Такой Сложной По Крайней Мере Если Первый раз Прочитаешь Ничего Непонятно Ничего Но Это Незряшное Чтение Со Второго С Третьего Раза Уже Глядишь Что-то Темное Начинает Просветляться То есть Философия Не такая Наука Чтобы Тут Прямо Так Все Я Буду Стараться Все Просто Излагать Но Это Означает Что Я Ну Раз Ну Шестнадцать Прочитал Науку Лойки Примерно И Продолжаю Ее Читать Сказать Что Я Все Понял Не Берусь Но Мое Движение Идет Вперед И Третья Форма Постижения Мира Постижения В понятиях Вот Есть Три Формы Постижения Мира И Вот Теперь Надо Сказать Что Философия Если Убрать Этих Путанников Которые И Туда И Сюда И И И И И И Есть Только Две Философские Школы Большие Одни Считают Что Первична Материя Бытие Осознание И Идеи Вторичны А Другие Считают Что Первичны Сознания И К ней Примыкает Вся Религия Что Все Начинается С Идеи Идея Первична А Материя Вторична И Самым Крупным Специалистом Самым Крупным Представителем Идеализма Если Взять Его Философскую Систему В целом Является Георг Фильгельм Фридрих Гегель И Самое Интересное Что Его Самое Главное Произведение Наука Лоихи Оно Вполне И Солковывается Материалистически Почему Первая Категория Он С чего Начинается Самую Простую Категорию Если Она Простая То Что Про Него Сказать Про Эту Категорию Даже Вы Не Знаете Допустим Вы Философ Что Вы Можете Сказать Про Что Это Первый Раз Начинается Бытие И Получается Что Самое Крупное Произведение Идеалиста Гегеля Начинается Вполне Материалистически И Ленин Это Заметил Вот Мне Недавно Письмецо Сегодня Прислали Письмецо По реформной Форуме Михаила Васильевича Почему Кто-нибудь Науку Логики Не Переработал Из Материалистов Чтобы Не Было Эту Местицизма А Чтобы Была Вполне Материалистической Диалексик Я Мо Написал Вам Уже Ленин Объяснил Что Вы Читайте Материалистически Будьте Здоровы Ничего Не Надо Переделывать Представьте Вы Напишите Книгу Не Важно С Каких Позиций На Ценная Книга Какая Она В Истории Сложилась Вот Вы Так Написали А Я Буду Переделывать И Вы Давать За Свою Это Что Так Черт Знаете Кто Вам Мешает Пишите Свою Хорошую Лучше На самом деле Великие Книги Не Переписываются Они Так Такими Остаются Как Ступень В Развитие Человечества Как Библия Тоже Ступень В Развитие Человечества Если Вы Хотите Переделывать Библию Это Какая Ерунда Вы Можете На Ее Посмотреть Понять Ее Роль В Истории И Пойти Дальше А материя Вторична То есть Вот Вы На Меня Смотрите Думаете Это Я Нет Если Мы Идеалисты То Я Воплощение Идеи А Вы Как Если Мы Последовательные Идеалисты И Вы Воплощение Идеи И Вы Хоть Вы На Третьей Партии Вы Тоже Воплощение Идеи То Есть Абсолютная Идея И Больше Ничего Нет Как Это Представляет Идеализм Как Философское Течение Что Вот Эта Идея Противоставляясь Сама Себе Развивалась Конкретизировалась И Она Развилась До Всего До Материи Значит Материя Это Такое Выражение Идея А Уже Материя Развилась До Человека Который Представляет С собой Социальную Форму Движения Материи Ну Поэтому Мы С Вами Все Идея Но В Таком Воплощении Идеи Вот Человек Познает Собственно Мир Который Как Идею Познает И Тем Самым Благодаря Человеческому Познанию Идея Приходит К чему Самой Себе Абсолютно И Вот Она Закончилась Вся Философская Система Объективного Идеализма Гегеля Что Обычно Делают Математики Они Думают А нельзя ли Короче Что считается Рациональным Математики Ну Что-то Покороче Нельзя Доказать По-разному Бывает Вот Есть такая Шутка Про физиков И математиков Сейчас Я вам Расскажу Иногда У математиков Получается Вроде Не короче А длиннее Потому Что Вот Задачу Оставили Есть такая Книжка Физики Шутят Значит Вот Решаем Задачу Надо Вскипятить Воду Есть Газовая Плита Есть Спички Есть Кран С водой Все работает Есть Чайник Пустой Что нужно Сделать Пискипятить Чай Вот Вы Как физика Что бы Сделали Налили Воду Чайник Так Зажгли Зажгли Газ Поставили Чайник На Газ И Сидели И Смотрели Как Он Закипел Задача Решена Математику Дают Упрощенную Задачу Но Математики Они же Не могут Такой Сложности Столько Надо Сколько Вы Уже Сделали Ему Простую Ставить Задачу Огонь Уже Горит Газовая Плита Огонь Горит Рядом Чайник Стоит Налитый Водой Что Надо Быть Сделать Физик Что Сделал И Все Нет Математик Что Делай Выливает Воду Включает Газ Отставляет Чайник В сторону Спички Тора В сторону И Говорит Теперь Задача Сводится К ранее Решенной Ну Физики Раньше Решили Задачу Когда Все По отдельности Стояло Зачем В второй Раз Будет Решать Вот Все К Этому Ну И Так Разные Подходы Так Вот С точки Зрения Рациональности Ну Вот Идея Доходит До Материи Потом Материя Развивается До Своей Высшей Формы То До Вас До Вас Я Уже Не Претендую На Высшую Форму Я Уже Так Про Нас Говорят Пожилые Люди Это Кто Пожилые Пожили Уже То Как Им Намекают Что Вы Пожили Ну И Да Зато Делают Знаете Почему Ну Вот Я Нахожусь В возрасте Который Превышает Максимальный Возраст Жизни Мужчин Средний То Есть Меня Как Бы Нет А Я Еще Есть Меня Можно Испугаться Если Меня Нет Уже Невозможно Так Что У каждого Возраста Есть Свои Преимущества У Цессерона Есть Даже Специальная Книга Где Он Объясняет Про Каждый Возраст Самый Хороший Возраст У Младенца У У У Младенца Вся Жизнь Впереди Потом У Юноши У У Идеализм Он Идея Создала Материю Материя Развила Это Человек А человек Познал Материю А материя Эта же Идея Значит Он Познал Идею Идея Познала Саму Себя Абсолютно Идея Вот Круг Замкнулся Это Система Идеализма Гегеля Ну Значит Сказал бы Математик Отбрасываем Начало И Конец Есть Только Материя Материя Развилась Это Человек Человек Познал Материю И тем Самым Материя Познала Саму Себя Все То же Самое А вот Это Прилагательное Вначале И Этот Хвост В конце Они Не Нужны Хотите Будьте Идеалистами Хотите Будьте Материалистами Вот Я Вам Изложил Две Две Позиции Это Считается Партией Философии Вот Могу И От Вас Требовать Чтобы Были Именно Идеалистом Мне Таких Прав Не Дали У нас Государственное Университет У нас Тут Есть Разные Точки Зрения Философии Вы Придете У меня Скажете На Экзамене А я Идеалист Давайте Излагайте Идеалистически Все А вы Придете Скажете А я Материалистка Хорошо Давайте Только Строго Держитесь Материалистической Позиции А вы Скажете Я Не туда Не сюда Не туда Не сюда Нет Туда Не пойдет Но Есть Еще Одна Вет Третья Которая Является Частью На самом Деле Идеализма Называется Субъективный Идеализм Это Самое Мне Кажется Очень Интересно Кто-то Если Захочет Воспринять Может Этого Придерживаться Представьте Себе Что Все Что Я Вижу Вот Я Вижу Свет Вас Вижу Столы Вот Степан Степанович Сидит Записывает Чтобы Он Хочет Превратить Этот Самый Субъективный Идеализм В объективный Вот Я Значит Все Это Вижу Наблюдаю А вы Отдаете Себе Отчет В том Что Все То Что Я Вижу И То Что Слышу Проходит Через Мои Органы Чувств То Я До Вас Без Этих Органов Чувств Добраться Не Могу Но Сейчас В данном случае Это Святой Такой И Я Дотронусь И Выснется Что Еще Одно Чувство Задействовать Можно Это Какое Осязание И Вот Значит Раз Все Только Идет Через Только Через Мои Ощущения Я Могу Считать Что Вас Нет А Есть Только Мои Ощущения А Кто Есть А Я А А А Вот Вам Может Приснится Что Вы Сидите У меня На Лекции Сзади Может Бывает Так И Так Ясный Такой Сон Потом Просыпаешься Голова болит Особенно На Меня Посмотришь В Чем Дело Это Философская Концепция Вы Можете Опровергнуть Что Вас Нет Вот Вас Нет Вот Вы Хоть И Пришли Вы Будете Доказывать Мы Были На Лекции Не Знаю Не Знаю Потому Что У Меня Мои Ощущения А Были Ли Вы На Лекции Или Нет Я Не Знаю Как Вы Будете Доказывать Староста У вас Нет Листа Никакого Нет От Меня От Все Завязано На Меня А Я Считаю Как Субъективный Идеалист Что Есть Только Мои Ощущения Зрительные Остязательные Какие Еще Обманяние Есть У вас В следующий раз Надушитесь Духами И Это Будет Еще Один Для Меня Это Будет Еще Одно Ощущение Но Это Никак Вы Не Докажете Что Вы Есть Я Скажу Да Это Просто Вот У Меня Такое Вот Я Могу Принюхаться И Разные Цветы Мне Придут На Ум И Это Называется Субъективный Идеализм Солипсизм Солипсизм И Его Невозможно Опровергнуть Логически Вот Сейчас Начнете Вы Опровергать Я Вам Скажу Уважаемый Ну Вас же Нет Есть Только Мои Ощущения Ну Я Понимаю Что Мои Ощущения Немножко Могут Ввеситься Но И Такой Же Степени Чтобы Они Доказывали Что Они Есть Помимо Меня Никак Если Вы Как Нибудь Ко Мне Проникли Мимо Моих Ощущений Но Это Нет Такого Пути К Моему Мозгу Поэтому Вот Был Такой Епископ И Вот Он Был Последовательный Субъективный Идеализм И Вот На него Все Ссылаются Потому Что Он Не Отклонялся От Этой Линии А Совершенно Твердо Держался И Это Неопровержимо Поэтому И Как С Этим Быть Ну Вот На Практике Естественно Испытатели Там Ученые Которые Что То Из Физики Химики Там Технологи Все Кто Что То Изучает Они Стоят Стихийно Вот Когда Открытие Сделают Ну С Божьей Помощью Мы Открыли Вот Вы Будете Сдавать Экзамен У меня С Божьей Помощью Я думаю Лучше Будет Правильно Потому Что Во-первых Ничем Вам Не Соседнее Село Квердяки Там Окрестило Поэтому Я В этом Смысле Защищен А Вдруг Это Вот То Что Я Рассказываю Про Материализм Это Все Так Мне Это Кажется А На самом деле А Я То Крещеный Так Что На Всякий Случай И Все Хорошо А Вы Не Крещеный Да Или Крещеный Крещеный А Хотел Сказать Не Христ Ну То 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 Как Была Одна Компания Вот Одна Компания Но Я Есть А Вас Нет Если Я Субъективный Идеализм Вроде Компания Это Одна А Просто Она Сложена Как Я И Мои Ощущения Все Понятно Вот Три Всего Больше Нет Вариантов А Есть Путанники Всякие Там Империосимволисты Империоманисты Империокритики Если Их Идеализм Или Идеализм А у них И то И другое И пятое И десятое Последовательных Людей Очень Мало Поэтому Путанников Очень Много Например Есть Вот Я Вам Уже Рассказывал Про Ситуацию С Наделением Этими Свойствами Три Вида Да Ну Так А Если Они Не Наделены То Их Нет Вот Я Это Сказал Своему Коллеге Он Говорит А Михаил А Зачем Вот Так Я Говорю А Ум Ище Куда Я Могу Деть Ну Если Нет Никаких Вещей Как А Что Я Буду Наделять Все Посыпалось А Есть Еще Такая Философская Концепция Что Все Есть Тексты Вы Были Как Будто Человек Сидел В Библиотеке И Ему Кажется Что Кругом Одни Книги И Тексты То Доска Как Текст Я Как Текст Жизнь Как Текст И Все Как Текст Ну И Так Далее Вариантов Много У нас Например Философия Праздника Есть Книжка Стоит На Каши Дри Вот Есть Еще Философия Пива Есть Философия Молчания Жеста Ну Жесты Такие Есть Такие Есть Разные Жесты Есть То есть Многое Называется Философия А Есть Конспирология Она Тоже Как Философия Вот Вы Что Пришли Сюда Я Понял Вы Пришли Узнать У меня Секреты Науки Философии То Вы Как Шпионы Трое Пришли Остальные Не Пришли Вы Так Потихонечку Так И Вы Уведываете Что Я Знаю И Я Вот Так Вы Все Будете У меня Уведывать До Экзамена А На экзамене Я Буду Этим Шпионом Выведывать Что Вы Узнали За Время У меня Что Вы 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 Видали И Буду Это Вас Допрашивать И Так Это То То Как Все Тайны Находят Ну Так Обычно И Говорят Тайны Науки Тайны Природы То То Вы Охотники За Тайными Можно Так Изображать Тоже Можно Изображать То Есть Так Иногда Называют Философией Чисто Филологически По Принципу Фила И София Любовь К Мудрости Вот Что Такое Вроде Как Любомудрие Получается И Так Красиво И Так Красиво Мы же Материалистических Позиций Это Не Мешает Вам Подставлять Под Материалистические Позиции Абсолютную Идею И Сразу Получится Идеализм Или Сказать Что А я Солепсистка И Все Это Я Вас Вместе Хоть Вы Лектор Там И Прислали Вас Из Другого Факультета А Вас Нет А Я Есть Как Я Это Могу Опроверг Никак Я Поскольку Знаю Что Никак Я Опроверг Не Буду Я Я Просто Вот Когда Будет Экзамен Я Согласен Меня Нет Ну И Вас Нет Поэтому Я Сейчас Защетки Вам Два Поставлю А Поскольку Вас Нет Вы Возмущаться Не Можете Потому Что Я Тоже Солепсист Раз Двойку Меня То Нет Я Ничего Не Ставлю Это Мне Только Во Сне Кажется Я Так Во Сне Эту Ведомость Отнесут И Вас Спокойненько Отсюда Из Университета Уберут А Но Вы Можете Считать Что Вас Никто Это Просто Сон У Вас Такой Что Вас Убрали Из Университета Как бы А Никто Вас Никуда Не Убирал И Я Тут Ни Причем А У Меня Свой Сон Я Тоже Солепсист То Это Концепция Которая На самом Деле На Пакте Обращаемся К Материализму Материализм Значит Есть Самая Первая Категория Материализма Материя А что Такое Материя Если Иногда Люди Обращаются К Такому Ленинскому Высказыванию Что Материя Это Объективная Реальность Данная Нам В Ощущениях Вот Так Вам Нравится Такое Определение И Ленин Не пишет Что Это Определение Но Просто Некоторые Философы Обычно Вот Ну Ладно Реальность Вы знаете Что такое Реальность Не знаете Потому Что Это В ходе Философии Должно Выясниться У Гегеля Это В Новых И Логике Не Первая Категория Данная Нам Кто Такие Мы Нам Нам Кто Такие Мы Во Первых Уже Еще Мы Хотим Только О Самой Простой Категории Говорить Чтобы Понять Самую Простую Категорию Надо Нас Знать С Нам В Ощущениях Вот Получается Что Это Какая-то Категория Которая Вовсе Не Самая Простая Так Надо Так Ее Изображать Самую Первую Категорию Чтобы Проще Ее Не Было Вот Как Вы Говорили Бытие И Все То Есть Материя Это То Что Есть И Все Без Сякой Дальнейшей Определенности То Что Есть То Единое Что Есть Почему Единое Вы Скажете Что Есть Сознание А Сознание Ведь Нет Отдельно Сознание Это Только Свойство Вашего Бытия Правильно То Вы Как Человек Отражаете В Действительности В Вашей Голове Есть Отражение Того Что Есть Но Были Такие Философы Фамилии Бюхнер Фокт Малишот Которые Считали Что Мозг Вырабатывает Мысль Как Печень Вырабатывает Желче Вот Так То есть Как Быто Еще Один Предмет Так Вот Мы Так Это Точка Дрения Не Выдержала Проверку Временем Таких Сейчас Философов Нет Были Такие Поэтому Сейчас Сознание Не Рассматривается Отдельно От Человека А Человек Обладает Сознанием Но Кроме Сознания У Вас Есть Рост Есть Вес Есть Характер Есть Есть То Если Я буду Говорить Моих Свойствах Они От Меня Отдельно Как Вот Рядом Положенные Не Существует Правильно Есть Только Я А Сознание Это Свойство Отражать Материю Объективный Мир Вот Я Вас Отражаю Вот Я Вас Вижу И Более Того Я Еще Пытаюсь На Вас Воздействовать Своим Своей Речью Не Знаю Что Из Этого Получит Но Если Не Получится Я Буду Воздействовать Еще Через Оценки Это Тоже Вы Знаете Что Я Через Оценки Буду Воздействовать И Это Тоже На Вас Действует Это Что Такое Это Я Пытаюсь Преобразовать Мир В Интересах Чего В Тех Интересах Которые Нам Поставили Как Задачу У нас же Государственный Университет Ну Что Государство Поставило То Мы И Решаем А Государство Это Вы Можете И На Этой Точке Зрения Стоять И На Этой Это Она Не Такая Жесткая Совершенно Свободная Выбирайте Что Хотите И Считайте Так Что По Этому Поводу Этого Курса Можно Почитать Самое Такое Экономное У Вас Там Есть Список Который Перечислен Я Читал Эти Курсы На Разных Факультетах В том Читле На Историческом Большой Курс Философии Истории Истории И вот По итогам Две книжки Висят У нас В библиотеке На сайте Фонда Рабочая Академия Она Называется Лекцией По Философии Истории Это Я Для Пятого Курса Историков Читал Но Я Читаю Что Первый Второй Курс У вас Второй Курс Четвертый Курс Журналистов Выше Чем Пятый Как вы считаете Ну вот Вот я На пятом Курсе Читал Лекции По Философии Истории Чтобы Они Так Подрихтовали Свои Знания Исторические И Вторая Книга Социальная Диалексика Большая Там 460 С лишним Страниц Социальная Диалексика Наиболее Полное Изложение Этого Дела Кроме Того На Канале Фонд Рабочая Академия Ютьюб Есть Записи Вот мы Вели Записи В том числе На отделении Для журналистов И В прошлом году Реклама И связь Сообщественность Вы тоже Можете Посмотреть Поскольку Я читаю Не по бумаге И С учетом Того Кто Сидит Поэтому Полное Повторение Там Никогда Нет А это И Хорошо Что Вы Можете Тут Послушали Там Посмотрели Ну Там Это Легче Задерживаться В голове Без Особенных Усилий Потому Что Это Учебу Неделю Продвращать В тяжкий Труд То Конечно Надо Стараться Грызть Гранит Науки Да Но Если Это Можно Не Грызть А С удовольствием Послушать Посмотреть И Это Остается Если Это Интересно И Болезно То Это Еще Лучше Такой Задачи Нет Чтобы Вы Потеряли Румянец И Изможденными Слушали После Изучения Философии Так Это Не Задача К Нашего Укруса Итак Материя Бытие Бытие Первично Сознание Вторично Для Материалистической Философии Следует ли Из этого Что Бытие Определяет Сознание Некоторые Люди Такое Положение Повторяют Оно Совершенно Неверное И Нигде Оно Ни себя Не Оправдало Вы Можете Услышать Многократно И В Плаких Учебниках Прочитают Что Бытие Определяет Сознание Например Вот Энгельс Кто Был По Бытию Можно я скажу Энгельс Был друг Маркса Но Маркс Был Буржуарный Интеллигент Денег у него Не было Он писал Капитал А Энгельс У него Папа Был Фабрикант И он У папы В конторе Сначала Работал Ну Поскольку Он у папы Работал Он одновременно Занимался Самоучкой Все Самоучкой Изучал И стал Великим Ученым Но При этом Папа Когда умер У него Фабрика Папина Перешла Фридерга Уэнгельс И он По-прежнему Помогал Марксу Кто-то Дописывал Капитал А сам Он написал Блестящие Работы Например Больше всего Вам понравится Если вы будете читать Будете меня благодарить Происхождение семьи Частной собственности И государства Вот у нас Читали Такое Нет Не читали Энгельс Происхождение семьи Частной собственности И государства Вот несколько лет назад В нашем университетском магазине Продавалась книга Энгельс Это Издательство Азбука Классика Знаете Какие маленькие книжки Энгельс Большой такой Бородой Ну Фабрикант У нас сейчас Буржуазное общество Надо печатать Энгельс Его и напечатали А у меня Такая была личная история Что я В глазном уходил У меня там Нужно было Полечить глаза А смотрю А у врача зовут Отчество Энгельсович Молодой такой врач Хороший Ну Я в порядке шутки Взял Купил Книжку Я говорю А папа Это у вас Энгельса звали? Говорит Да А вы читали Энгельса Происхождение семьи Ясенцовская Нет Я говорю Ну Почитайте Я отдал ему Подарил книжечку Он потом прочитал Через неделю Говорит Ой Как интересно Написано Блестяще Причем Вот такой толщины Книжечка Маленькая А там Начиная От первобытного Общинного Общества И до капитализма И про семью Как там От полигамного Брака Шли через Всякие разные Этапы Дошли До современного Брака И про общество И про государство Очень интересно И хорошо Блестяще Ну Энгельса Антидюринг Тоже считается Своего рода Энциклопедией Блестящая Такая книга Вот И есть Людвиг Хейербах И конец Классической Немецкой философии Короче говоря Сделали у нас У нас в Ленинграде Был проспект Энгельса И проспект Маркса Продолжался До финансского вокзала А у нас сейчас Какой строй Буржуазный Как это Маркса Маркса Он же против Буржуазного строя Взяли Памятник Сковырнули Этого Маркса Мой коллега Который Проректором Был университета Виктор Георгиевич Долгов Доктор экономики Говорит Странные люди Вот вам не нравится Маркс Ну не читайте Он же ничего не сделал Книгу написал Не читайте Эту книгу Они взяли Памятник Снесли И убрали Улицу Теперь он называется Большой Самсоневский Проспект А дальше Энгельса идет Ну они так и шли Вот так Маркс Переходит А Энгельса Нельзя трогать У него папа Был фабрикант Он сам был фабрикант О чем это говорит Общественное бытие Энгельса Какое было Чисто буржуазное Чисто буржуазное Он причем с этим Буржуазным бытием Имел Не только силенку Как поется Когда я был молод Имел я силенку Он еще имел и денежки И он например Поехал на три года В Англию В страну Самой передовой Экономики Буржуазной И написал Книгу Положения рабочего класса В Англии Самый первый том Собрания сочинений Маркса Энгельса Это книга Энгельса Положения рабочего класса В Англии Где он описывает Как жили рабочие В то время Маркс прочитал И решил А он был философ Изначально Магистровская у него Такая была степень От различия Категории Демокрита И Забыл как Давай Вот Философская работа У него была И он после этого Полюбил политэкономию И стал заниматься Политэкономией Под влиянием Энгельса И что Ради бытия Энгельса Определил его сознание Нет Ну а Маркс По бытию Буржуатный интеллигент И что Это бытие Определил его сознание А Ленин По бытию Кто был 16 лет Его папаше Дали дворянству Он выслужился И он стал дворянином Ну и что Дворянское Его положение Как Определило его Бытие Нет А декабристы А никто По своему Положению В обществе Кто они Эти декабристы Это какой Это класс В каком Классе Они принадлежали Это кто Такие Феодалы Помещики Правильно Это все Помещики Дворяне А позиция У них Какая Была Сознание А сознание У них Освобождение Крестьянства А не от Феодализма Буржуазное Сознание То есть Следующие Эпохи Следующего Класса Только Нарождавшегося Они Прогрессивные Люди Потом С ними Там Бежалостно Расправились В каком В 25 Году А когда Открыл Спасное Право Царь Указ Издал О том Чтобы Его Ликвидировать Сколько лет Прошло 36 лет Ерунда Какая-то Через 36 лет Сам царь Освободил А этих За что-то Нам наказали Это вот Вы что-то Такое Сделаете Вас Пересажают Перестреляют Повечат А потом Подумают Подумают А они Вообще-то Правы Были Раз И Сделают Но Эти Уже Не вернешь А если Кто Был Там Еще Живой Остался Можно И вернуть Дескать Они Там На Природе В Сибири Отдохнули Идите Обратно Но Ленин Кстати Тоже Его Отправили В ссылку Он В тюрьме Год Просидел По Делу Об Освобождении По Союзу борьбы За освобождение Рабочего Класса На Шпалерной Там На углу Летей Ну И Шпалерной Большая Такая Тюрьма Там И Сейчас Такой Высокий Забор Год Отсидел А потом Ее В ссылку На Три Года Другие Люди Там Просто Прозебали А он Как Был Доктор Антуре Был Он Написал Книгу Вот Толщины Развитие Капитализма В России Родственники Присылали Материалы Необходимые Книги Он Писал 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 И Издал Ее Под Это Тоже Псевдоним Какой У него Псевдоним Энн Ленин Вовсе Не Вэй Ленин Как Сейчас Пишут Один Товарищ Мы Тут Издали Книгу Под Моей Редакцией Науко-логики Гегеля При Помощи Одного Товарища Ломова Который Финансировал Ну И Там Первым Идет Статья Ленина О Значении Воинствующего Материализма Очень Интересная Статья Что Устоять Перед Надевском Реакцией Лжи Не Сможем И Подпись Энн Ленин И тут Мне Пишут Замечание Что Там У вас Ошибка У вас Там Не Вэй Ленин Написано А Энн Ленин Что же Вы Издаете И пишете С ошибками А может Ленин Тоже Убрать Потому Что Он Ульянов Был И так Далее То есть Есть Такие Знатоки Умники Их Много Бывает Они Значит Свои Замечания Дают То есть Как Показывают Исторические События Сами По себе Само По себе Бытие Не Определяет Сознание Хотя Если Вы Спуститесь В метро Не знаю Замечаете Или Нет Я Так Читаю Там Что Пишут Иногда Там Например Пишет Такая Девушка Красивая Нарисованная И Рядом У нее Бутылочка И Она Говорит Я Есть То Что Я Пью Скажу Если Бытие Определяет Сознание На самом деле Начни Изучать Что Там Ел Ленин Ну Не Больно Ты Баловала Корупская Яичницу Говорят Ты ему Сжарь И Будь Здоров А Кто Нибудь Слышал Про Какие Нибудь Пиры Пировали Пировал Как Ленин Сикцо Что-то Не Знает А Если Возьмешь Его Бытие Стол Стол Кровать Стол Стол Кровать В разных Местах Больше Ничего Нет Туда Сюда И Как Пойдешь Мудей Так А что Человек Жил Жил Нынешнего Время Так Ничего Не Нажил И Это Великий Человек Да Ерунда То То есть Бытие Сознание Не Определяет Тезис Правильный Мы Забегаем Вперед Тезис Уже Исторического Материализма Что Общественное Бытие Определяет Общественное Сознание Вот Это Надо Запомнить Общественное Бытие То есть А что Такое Общественное Бытие Это Бытие Общества В целом Вот У нас Какое Общество Сейчас Феодальное Рабовладельческое Буржуазное Или Коммунистическое Вариантов Больше Нет Какое Ну Нет Больше Выбирайте Ну Как Сейчас Экзамены Проводят Ты Выбери Вот Из Четырех Так Так Значит Первобытный Коммунизм Был Потом Было Рабовладение Потом Был Феодализм Потом Капитализм Потом Коммунизм Потом Опять Капитализм Какое Общество Мне кажется Рабовладельческое Вам кажется Рабовладельcome Хорошо Ну Тогда Будем Рассудать Примем То Что Вы Сказали И Вот У нас Рабовладельческое Общество А Там Была Демократия Правильно Была В Риме Древний Греция была демократия то есть как бы оттуда это все пошло правда эти рабы которые были они все вот мы с вами вроде как тоже как вы себя к чему относите к рабовладельцам или к рабам а к рабам ну вот и меня наверно относите заодно но я не скажу что от того что я у вас экзамены принимаешь от этого можете сказать что я старший раб и какой-нибудь уполномоченный но не более того и и вот если быция значит за какой рабовладельческая на разбить ее рабовладельческое общественности выезде кто победить на выборах ну вот тут у lower the world сделать общественная бытие определяет общественное сознание какое создание тогда в головах если бытие рабовладельческое какое сознание хочу вы думаете ровладельческое а если ровладельческое сознание и выбор будут честными честными кто не жульничай а кто будет жульничать того убить будем по наглой рыжей морде значит голосуем кто победит нет как-то нелогично если ровладельческое общество бытие определяет сознание победят рабовладельцы а кто там из них победит но это уже это это их дело это не наше с вами мы с вами же рабы ничего вы видите вот их победят рыбовладельцы а кто там они разберутся и без нас правильно или уже разобрались от того что вы придете куда-то и что-то подымите или там птичку поставите вы же понимаете если общество рабовладельческое так наше дело какое с вами работать вот еще и работайте я буду работать а если кому-то что-то не понравится но если рабовладельец он же может вас убить может она меня может убить поэтому мы ничего не боимся с вами почему мы мы же знаем что мы работаем мы то есть в каждый момент нас могут убить поэтому дать его сейчас счастлива жить вот есть счастливая минута мы же не знаем вот через пять минут может придут убьют мы значит и радуемся жизни хорошо же а некоторые всю жизнь все ждут чего-то плохого и так и промучаются а мы с вами все время в хорошем настроении может вы раньше в прошлой жизни были царицы сегодня же если вас победили то вы стали рабыни правильно а я может быть королем было это раз и все и сидите говорит вот все ваша королевская жизнь закончилась вот значит чтобы 17 10 были на журналистском факультете пропустите уволен чертовой матери весь разговор еще представили программу на 18 листах какие у вас компетенции общекультурные профессиональные и так далее не представите программа 5 уволен мало будет у вас научных работ тоже уволен ну то есть понятное дело если вы вроде как мы с вами братья или сестры они на или сестры братья или братья сестры ну вот но если это общество феодальное то там никаких выборов нету вот у нас точно не феодального какие вот если феодального что вот если вы у нас помещится то вы и служище вы можете быть если мы вот крестьяне вот настроя ну вы же понимаете что мы должны делать как крестьяне работать и благодарить барыня они будете а вы что можете с нами сделать убить нас уже нельзя тихо тихо давайте только не это его мне рабовладельче срочно а вы можете нас плетьми бить вот сколько угодно но вы сами то не будете ведь ведь вы наверно закажете нас поведут куда повезут мы же знаем о себя из поэзии наши некрасов и вчерашний день часов шестом зашел я на сеную там били женщину кнутом крестьянку молодую и вот некрасов там пишет что я вот понял что это моя муза вот его муза это вот женщина которую били кнутом крестьянку молодую то есть вам не понравится что я вот вам дескать вот слушаете лекс и думаете отправить его туда на это на стену и не отправить если будет плохо выступать михаил васильевич сейчас вот я сейчас приедет тачанка на тачанка и туда там значит это значит заказать услугу можно сейчас пол седьмого горит ну ничего там подождите позвоните по мобильному чтобы они там не уходили розыки приготовили и эти вот там они видите как тихо они затихли они понимают что если меня уже туда отправляет их тоже в минуту туда отправить тем более там написано было про крестьянку молодой это про мужчин там не писали но про мужчин можно то же самое было написать то есть барин мог наказывать плетьми без ограничения это просто вам не хочется руки об нас пачкать так вы сами можете высечь на конюшню и можете подойти и ударить а дальше продолжайте его так убить пока не не запросят пощады там никаких выборов нет чего выбирать вы служила вы значит везде вы управляете а что должны делать а мы должны хлеб добывать работать мы работаем тут все ясно это самое честное общество вот скажем мы работаем причем вы нам даете а еще и работать у себя на участке мы у вас три дня работаем а еще четыре дня мы можно сказать бездельничаем у себя на участке чтобы наши дети не умерли с голоду правильно а вам это все равно вы пробовали четыре дня нас загрузить но тогда мы умрем с голоду у вас никто не будет работать а вы разумные у нас барыня философию изучали политэкономию и вы нет пусть они там это вы же не вас не интересует сколько у кого детей какие у кого значит результаты хозяйства вы там должны существовать и воспроизводиться но на барщину являться понедельник среда будьте да вот как на занятие вы ходите так и на барщину но занятие вы ерунда ходите довольно мало она барщина даже как пойти с утра и нами на весь день ну закончили закончили пошли домой это самый честный в общем а потом опять вот началось вот как вот при рабовладении значит вроде как все одинаковые у всех одинаковые права все равные для буржуазный строй но есть равнее одни бабки другие бедные если у нас такой был экономическом факультете профессор джащенко участник велико отличной войны разведчик военный он очень просто объяснял это капитализм деньги есть иван петрович денег нет паршива сволочь еще денег нет чтобы знали это сказать не надо там особенно то есть вот например как у нас с доходами граждан это я вам привожу точные цифры которые приведены в российской газете а источник академии государственной службы академии народного хозяйства и государственной службы при президенте рф за три года доходы граждан сократились до 90 целых и пять десятых процента вот две тысячи тринадцатого года то есть идет снижение жизнь уровня а количество долларов миллионеров за шестнадцатый один 10 процентов а миллиардеров а миллиардеров на один из процентов выросло количество поэтому если вы будете доказывать что у нас плохая экономика не знаю это для вас плохая для миллиардеров и для миллионеров она где вы такой найдете страну где бы за один год можно было на 11 процентов нарастить число миллиардеров нигде не найдете и не надо доказывать что она плохая вот эта картина таскать из нашей жизни вот поскольку у нас общество буржуазное бытие у нас буржуазное какая какое сознание у нас у большинства идеология какая у нас в головах вот правильно вы говорите буржуазное причем я не спрашиваю у кого у всех в основном нет есть разные люди разные позиции но у большинстве голов в том числе и у рабочих какая что пролетарской диалоги нет ужасная им просто говорят что вы просто не удачи если у вас мало денег на сегодня удачница а если у меня много денег я первый рванул и успел схватить когда делили общенародное достояние а вы не успели вы сомневались стоит ли так хватать растаскивать вы сами пока вы сомневались я уже смотрю у меня уже не на них нефтяные таскать предприятия и все хорошо а вы задержались значит но раз не удачница это значит у нас одинаковые были возможности старт был вовремя данного успешные так и объясняю что вы теперь смотрите вы неуспешные а я успешный вот так значит раз буржуазная идеология значит кто выиграет какие партии буржуазные мелкобуржуазные или пролетарские пролетарской во первых нет партии ни одной современной россии ну нету и кто-то победит буржуазные партии придет какие у нас есть буржуазные партии считаем единая россия 1 привели россия 2 сдпр 3 вы видели когда-нибудь по телевидению и по радио чтобы при голосовании они разошлись в доме видели внимательно посмотрите не канаве так а вот соединенные штатах америки есть две партии буржуазных демократическая и республиканская а вот когда была война север против юга против рабовладения вот северные штаты боролись против рабовладельцев юга вот демократической партии это была партия рабовладельцев или партией капиталистов не подсказывайте им а то они потом сдадут хорошо а так они сдадут тоже еще лучше потому что они запомнят если не подсказывали помучаются и ну кто вот демократы или республиканцы кто был против рабовладения изначально молодец учитесь я же говорил светлый человек вот она и всела на второе место а вы сами выбрали уже там где-то какие-то задворки вот ну мало ли чего говорил одни слышали тоже все а запомнили некоторые это вы значит вы успешные они не успешные вот и все очень просто сейчас объясняет вот это значит у вас этот легкий ум сразу раз схватили так следовательно что получается получается что голосовать за республиканскую давайте за демократов надоело демократов давайте за а кто власть это какой класс буржуазный но две головы у него две партии но у нас не может быть две головы в россии во всех сказках на пенскох и голову дракона три три единая россия и справедливая россия и лдпр и уже четвертая нарастает в виде кпрф потому что если до этого времени можно было считать что это вот но мелкобуржуазная партия почему она из-за мелкий бизнес то есть на мелкобуржуазии она из-за рабочих а сейчас она из-за миллионеров она вообще миллионера выдвинула от себя груденина но если моя партия выдвинула миллионера как а у меня партия но она уже тянет на буржуазную партию уже как бы четырехглавый нас дракон и все эти голоса распределяется вот меня например спрашивали а какая как как будет результат выборов может вас это тоже интересует морозы сказать я это понедельник этот рассказывал к результат выборов для рио фан рио это российское информационное агентство а фан означает федеральное агентство новостей вот если вы на откроете пойдете домой или у вас есть интернет рио фан тв там сразу висит вот видео где я как эксперт рассказываем какой будет результат выборов ну какой результат вот исходя из из философии то и общественное бытие облияет общественное сознание победит буржуазный кандидат а какой это ясно какой значит только что год назад были выборы в думу да и определился электорат ну например вот если вы голосовали за единую россию чтобы побежите голосовать за кпр не побежите или если я заголосовал за кпр что я пойду за лдпр голосовать не побегу а складывается это электорат он долго складывался потому что при ельцине было там де идеологизация де партизация как бы изображали что вообще нет никакой идеологии так на самом деле сплошь идеологии а вот тут уже все определились и кто-то может оттащить куда-то сколько ты процентов только если у него мощная есть партия а мощной партии нет ни у кого кроме тех которые я назвал еще есть яблоко который неправильно называется потому что у колыбели этого яблока стоял кто болдырев поэтому на правильно называть сначала бы потом было потом я полковит так ведь но они как-то взяли перестали как-то не солидно ну уж как назвали потому что яблоко это символ нью-йорка и они и собственно говоря и стоят на позициях вот поддержки американской империалистической буржуазии политики вот так прямо так и в леске вот за это все выступает ну раз он выступает такие взгляды есть но пусть они тоже чтобы мы видели все это открыто мы знаем что они есть эти юлинские но болдырев он уже помогает грудинин он уже шире фронтом пошел у них есть трудно произносимая такая организация пдс нпср это не ругательство пдс это постоянно действующее совещание народно-патриотических сил россии там все правильно кроме того что там только народа нет никакого народ в классическом определении это рабочие крестьяне там не рабочих не крестьян нет там это публика правда шатающийся которые ну вот поэтому говорю что тут с этим ясно вы там есть мелкие отдельные кандидаты раз партии них нету или например собчак она присоединилась гражданской инициативе последний момент обскочила на подножку во-первых эту гражданскую инициативу знать не знает избиратель поэтому от того что туда сказать вскочит на подножку собчак она от этого более известна не станет или станет известна на полтора процента вот сейчас по данным опросов так набирает полтора процента и еще по этим же данным 88 процента избирателей сказали что ни при каких обстоятельствах за собчак голосовать не буду на так такое даже равнировка поэтому для тех кто изучает философии вот уже мы с вами на второй лекции находимся по существу нам и так в общем ясно что это что на выборах побеждает тот класс который находится у власти и никаких исключений из этого никогда в истории не было никогда другой класс противоположный там трудящийся вы можете найти такой случай вдруг проголосовали и стала вместо диктатуры буржуазии диктатура пролетариата такого нету а ленин он прямо так говорил что и тот кто не понимает что там быть либо диктатура буржуазии либо диктатура пролетариата он либо безнадежный идиот либо политически настолько неграмотен что его не только на трибуну но и на собрание пускать стыдно я вот это процитировал для рио фан тв они это повесили у них сейчас все же выборная кампания может другой раз они бы это не повесили но сейчас они поскольку они там свою задачу решает я думаю не к своей задачи они вовсе не не решают задачи нам обнародовать позиции того или иного профессора университета время я особенно и сказал что не а только про университет ничего упоминать не надо вот я доктор наук и профессор по капитале экономики и права мне москва дала вот вы про это и пишите а то что я профессор университета вас не касается рассказа вы чего от университета выступает вы кто такой а кто я действительно такой вы же мне объяснили кто я такой мы с вами кто вот ну и не надо вылезать на какие-то фан тв еще изображать конечно федеральный канал сумасшедший вот так поэтому я скромненько так без отказания на того какой университет хотя в этом университете 63 года нахожусь если брать студенческие годы и никуда отсюда и не уходил никогда много лет было всяких событий и факультетов даже много и на матмехе было на экономическом в пк и вот сейчас в институте философии нет на факультете философском а потом в институте ведь разницу институт в чем разница о том что декана не избирает он просто назначается он не декан и директор а для нас абсолютно никакой разницы как она нравится как называется в руководителя мы как раньше читали так и сейчас считаем помните как одного рабочего горбачёв спрашивал вот к это если мы повысим цены как вы будете от к этому относиться так как кажется все равно как вы решаете а если мы его где на 30 процентов вы повышаете на 30 а если на 100 то хоть и на 100 я горит точил за бутылку и буду точить за бутылку меня ваши цены не интересуют поэтому тут как возможно тут нас по испугать раз мы рабы с вами так как у нас испугается я-то думал что у нас буражные стороны вы как-то немножко так опустили чтобы мы не особенно зазнавались ну я так послушал и думаю надо пойти вам на встречу как-то вас она более то кто с нами не согласен пусть он займет какую-то позицию но уж не феодализм у нас точно такого нету кто у нас дворянин вы не не бароносцы нет а вы не не княгиня ну вот значит не феодали все мы разобрались это очень важно то есть еще раз повторяю каковы мысли мы сейчас разбирали что бытие не определяет сознание это совершенно неверно то есть такие вот позиции есть они неправильно а вот общественное бытие определяет общественное сознание это правильно и глубоко и этим можно объяснить когда это не надо нам слушать кто какие будут выборы кто какие мы все знаем уже понимаем и в общем это не так уж и принципиально как там как там они расставляются в эти самые голову так когда мы должны закончить вас кока 40 минут осталось 4 минуты чувствуете если это вам трудно то сейчас будет облегчение а если вам как раз и приятно то извините все равно мы должны прервать мы же рабы звонок прозвенит все мы значит разбегаемся все другие приходят через 10 минут журналисты мы тоже хотим знать что там про бытие но ему же другое другое надо рассказывать я думаю что вот как вы поставили это мало кто так поставить вопрос очень строго это надо научную смелость научную смелость надо иметь чтобы так сформулировать чтобы вы там не задавались разные то назовутся профессор и думает ахаха какие а вам да твои за спокойно опустили на место чтобы знал свое место у нас есть там про ректор и ректор я сейчас другие от вытащи это задаетесь правильно спасибо очень даже хорошо вы специально одели такое светлое чтобы выступать знаете когда человек в светлом он как-то смотрится а я в черном рабочий науки философии значит общественное бытие первично осознание вторично это очень важное положение если вот это вот запомнить то многое в нашей жизни сегодняшнего даже мы одно то по положение такое научное осознались философии материалистическое но это материализм примененный к истории если материализм применить к истории что получится так отступая назад если идеализм применить к истории что получится исторический идеализм я своих там товарищей коллег по философии говорю вот слушайте вы вот сейчас все вот бас в основном идеалисты вы бы сказали мы идеалисты мы применяем идеализм к истории так и скажите что мы сторонники исторического идеализма вот вышел бы кто-нибудь так и сказал, честно, ни разу не видел. Ну вот я, например, говорю, я сторонник исторического материализма, потому что выбора-то нет. Или вы идеализм применяете к истории, тогда у вас что получается? Исторический идеализм. Либо вы материализм применяете к истории, тогда получается исторический материализм. Не надо рассказывать, что это старое учение. Дело не в старом, а в новом. Просто выбора нет. Нет. Или идеализм, или материализм. И если вы применяете это к истории, то есть движению человечества, по ходу дела могу спросить, а могу и сказать. Знаете, что такое история? Я историков спрашивал, а они не знают. Вот не знают. Вот прошлая как раз у меня неделя была, и это неделя, когда я встречался впервые с каждым потопом. Историки не знают, что такое история, конфликтологи не знают, что такое конфликт, музеологи не знают, что такое музей. Вас я вообще не спрашивал, потому что мне уже надоело этим пополучать такие вопросы, задавать такие вопросы, на которые люди не отвечают. А вот вы бы как ответили на этот вопрос? Процесс развития. Процесс развития. Это история? Ну да. Процесс развития. Ну где тут история, вот у меня идет процесс развития. Давайте изучать мое развитие. Это историк, что ли? Не знаю. Ну, наука развития общества. Наука развития общества. То есть наука развития общества, а прошлое выбрасываем без рассмотрения. Правильно? Действительно, пусть историки, они с ерундой за ним... Развивалась. А? Как это вы, наука развития, с какого момента? Вот это вроде развития, движение низшего к высшему, простого к сложному. Вот и пошло это движение. Ну вот историки мне по-разному отвечали. Чаще отвечают, что наука о том, что было, о прошлом. То есть я говорю о том, что было. А то, что было, этого же нет сейчас. То есть наука о том, чего нет. Вот это им ставит их в тупик. И идете, вы говорю, по распределению в какую-нибудь фирму. И говорите, я вот специалист. Четыре года изучал магистр. Не, не магистр, бакалавр. Изучал науку. Я знаю, чего нет. Вам такие люди нужны? И все вас гонят. И все вас гонят. Я спрашиваю историков, говорю, можно я? Но мне-то тоже надо как-то цену набить. Это же реклама. Вы же понимаете меня как? Это мы как родные с вами. Вы же все время хотите рекламу продвинуть. И я тоже себя хочу продвинуть. Но не себя лично, а как философию. Я же преподаватель философии. Если я не могу даже философию продвинуть, то грех брошит мне цена. Правильно? Я говорю, давайте я вам объясню, что изучает история. Вот вы ближе всего подошли к тому, что я сейчас скажу. История изучает современность как результат предшествующего развития человечества. Современность. То есть самые современные. Такие всем нужны, правильно? Идете в ферму. Вот мы изучаем современность. Вот эти все ничего не знают. А вот эти изучают современность, но они без корней. Они не знают, как к этому пришли. А раз они не знают, как к этому пришли, они не знают, как развиваться. Правильно? Если я не знаю, откуда вы произошли, что я про вас могу сказать? Ничего. Поэтому я изучаю современность как результат пришествующего развития человечества. И вот эти люди, которые знают корни, особо ценными являются для историков. И для вас тоже мы рассматриваем, вы же рекламщики, как поставить вопрос. Как поставив вопрос, так и получишь. Можно так поставить, что это очень здоровая история. А можно так поставить вопрос, уйдите отсюда с поганой своей историей. Ну а музеологи тоже. Они не тянут на рекламу. Я говорю, музей, что такое? Ну это собрание вещей. У меня дома есть чемодан, в котором барахло. Знаете, может пригодиться пружинки, гвоздики. Вот Степан Суфанович, у вас много есть такого? Собрание вещей есть у вас дома? У вас большое собрание, я знаю. Особенно в деревне. В деревне особенно. То одно купить, то другое. Я говорю, так вы барахольщики. Что вы рассказываете? И вот я из них вытягиваю, что такое музей. Я говорю, хорошо, но вы на втором курсе, музеологи. Ну что, с ума сошли? Два года вы тут сидели, вы не знаете, даже вам в голову не пришло выяснить, что такое музей. И что такое оно, они переходят с курса на курс. И, наверное, специально меня прислали, как врача, вам, чтобы я вам объяснил, что это такое. Так объяснять вам или сами скажете? Они пытались, скажут, не могут. Они говорят, ну давайте, объясняйте, сейчас объясню. Это такое учреждение, которое, а, изучает историко-культурное, нет, собирает историко-культурное наследие или предметы историко-культурного наследия, собирает. Б, изучает. Музей же изучают там людей, ученые там, научные сотрудники. И вы пропагандирует. То есть приглашает людей, рассказывает и так далее. Вот это музей. А то, что я вот там просто соберу вещи, вон, запасники есть в Эрмитаже, и там они лежат. Никто их никуда не выпускает. Какой же это музей? Это склад. Нельзя же. А конфликтологи такие же артисты. Я им хочу вас продвинуть. Вот как вы продвигаете людей? Вот конфликтологи. Вы что такое конфликт знаете, нет? Ну это первый курс. Ну первый, у них год, это первая половина прошло, они уже получили экзамены. Конфликт что такое? Это, говорит, обостренное разногласие. Я говорю, так это спор. Вот мы сейчас с вами можем спорить до бесконечности. Потом раз в перерыв, и до следующей недели опять спорим. И пока мы с вами встречаемся, все время можем спорить. И что, конфликт что ли это делать? Вот если я с вами спорю, это конфликт? Или вы со мной спорите? Какая разница? Если один с другим спорят, это все равно спор. Где конфликт? Конфликт это я что-то должен тяжелым вас допустить. Ну лучше вы меня, потому что, иначе меня ответственность привлекут. А если вы допустите, вас не привлекут. Ну вот я им объяснял, что конфликт это противоречие, обострившись до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. Сегодня пришел, стал проверять, а они все равно не знают. Пришлось снова это возглавлять. Вот мы будем с вами как-то продвигаться, чтобы от философии получать пользу. А сегодня мы рассмотрели вопрос о делении на материализм и идеализм, про солипсизм. И еще одно положение, очень важное исторического материализма, о том, что общественное бытие определяет общественное сознание, а бытие сознание не определяет. А человек есть продукт. Вот какая вы есть, или вы? Или вы. Вы есть продукт обстоятельств и воспитания. Кто у вас родитель? Кто на вас в жизни повлиял? Какие вы книжки прочитали? Какие фильмы вы смотрели? И сами вы продукт своего собственного развития. А не только на вас все влияли, а вы прямо только видели, как люди, все по-разному воспринимают одни и те же воздействия. Кто-то поддается, кто-то не поддается. Говорят, такая-сякая, ничего и объяснить нельзя. А зачем мне объяснять, я так все знаю. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...